Продолжение следует... Но законодательство меняется. С 1 сентября 2013 года вступило в действие закон номер 273 ФЗ об образовании Российской Федерации. Из его статьи следовало, что подготовка медицинских работников реализуется через профессиональные программы медицинского образования. Среди них были названы и дополнительные профессиональные программы. Так вот, исходя из требований данного закона об образовании в Российской Федерации, осуществлять образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам могут любые организации, независимо от формы собственности, которые получили соответствующую лицензию. Видимо, исходя из требований данного закона, как имеющего высшую юридическую силу, Минздрав России внес коррекцию в свой приказ номер 9. И, соответственно, изданный недавно приказ номер 515 Н 31 июля 2013 года исключил требования Минздрава о том, что выдачей сертификата могут заниматься исключительно государственные образовательные и научные организации. Таким образом, в настоящее время выдавать сертификат специалиста на основании дополнительных профессиональных программ могут любые организации, независимо от формы собственности, которые получили лицензию на данный вид образовательной деятельности. Следовательно, количество образовательных организаций будет больше, предложения на рынке будет больше, но и стоимость подобных сертификационных циклов однозначно уменьшится, потому что будут действовать законы рыночной экономики. Чем выше предложение, тем меньше стоимость. А снижение стоимости сертификационных циклов снизится расходы как медицинских работников, так и самих медицинских организаций, которые занимаются профессиональной подготовкой своих сотрудников, исходя из лицензионных требований 291-го постановления. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова